Так, всем привет, дорогие друзья, с вами Блуд Линнес, и наконец-то, наконец-то, мы пришли опять же в Ричарда и в Алису играть. Мы наконец-то закончили девичник, мы закончили этот просто ужас безумный, но не переживайте, мы еще возьмем свадьбу, потому что вы, конечно, сами этого хотите, потому что вы мазохисты, я понимаю, конечно, да. Я и сам таким был в детстве, когда бабушка грела меня в кастрюле с кипяточком. Оставлю его там, где он висит, не хочу сквернять это место. Кто-то мне сказал, что надо подойти к распятию и попробовать его взять, и возможно что-то получится, но нет, друзья, походу не это. Что я хочу сказать, продолжаем дальше играть, арты просто бомбезнейшие вы рисуете, я посмотрел там в этом ВКонтакте, блин, молодцы, друзья, просто вот, не знаю, низкий вам поклон. Будем продолжать дальше проходить, и мне кажется, что скоро-скоро мы уже подойдем к самому концу, и мы, скорее всего, увидим это еще две серии, наверное, и все, и концовка будет. Что я хочу сказать, мне безумнейшее приятно играть для вас и проходить ее для вас, и вместе с вами пугаться и тому подобное, потому что даже некоторые люди писали под девичником, типа, ну там один человек написал, я не помню кто, просто по именам не читаю, я читаю сразу коммент. Я вернусь сюда, и мне кажется, что-то тут надо взять. Так вот, люди некоторые писали, ну очень хорошие комментарии там, и даже под девичником, вот опять же повторюсь, написали хороший там один коммент, в котором я когда прочитал, все мое мировоззрение перевернулось, я стал кенгуру, и начал прыгать, как олененок в бомбе, дэнди, или я не знаю как. Так, ладно, с этим мне ничего делать не надо. Так, тут у нас ничего, вот я хотел плевотину посмотреть еще в прошлый раз, я уберу это чуть позже. Я думал, что игра, конечно, будет, ну там веселиться в ней буду, да, и всякое такое, но потом в третьей, в четвертой серии мне уже не до веселья стало, и мне хотелось уже более с вами проникнуть в эту атмосферу. Конечно, эту игру смотрят не так, как девичник, я понимаю, что смотрят всякую херотень почему-то больше. Почему, я не знаю, потому что, наверное, людям нравится больше смеяться, чем смотреть на что-то серьезное, проникаться в него и тому подобное. Это ящик с игрушками, в нем больше ничего нету. Там ничего нету, нам надо найти какой-то инструмент, который поможет нам убрать эту статую. Калеб, это для тебя, все ушли и ничего не осталось, я уехал, ты тоже должен ехать, другие никогда не поймут. Опять же, я ничего не понял, что вообще в этом доме происходило и что вообще произошло, ладно. Это не важно, плита, шкаф, я уже сюда встала, раковина, водичка, у нас просто записки, газеты, зажигалка, ну, бред, короче. Так, в плите был противень, противень, а, ну, а для чего он нам? Ну, вот и он, возможно, теперь он мне пригодится. Противень это такая штука, друзья, на которой готовят еду, обычный противень. Я правильно, надеюсь, произношу? Это просто стул. Подождите-ка, а ну-ка, а что же мне с ним делать? Может быть мне как-то, а ну-ка, вообще газету сюда не засуну. Нет, я не собираюсь это готовить. А, возможно, на верстаке можно будет что-то не приготовить, что-то сделать с этим противнем. Короче, с железкой, с этой. Это такая железка, которую ставишь, на которую, то есть, кладешь там, не знаю, какую-нибудь еду, там, картошку, курицу и тому подобное. Что я рассказываю, в принципе, вы и так, наверное, все знаете. Ну, просто название такое. Короче, в духовке что находится, да? Короче, может быть, как-то с нее сделать рычаг и этим рычагом приподнять статую Девы Марии, которая упала и загородила нам проход в подвал. А если кто не помнит, ведь мы пытались пройти туда и, ну, ребенку нам надо какие-то лекарства дать и что-то типа такого. Газуна-косилка. Похоже, она видела лучшие дни. Думаю, что ее часто использовали с тех пор, как прошел снег. Так, попробуем противень, а на верстаке, в тисках, не знаю, в тисках. Смотрите, теперь все будет падать прямо на противень. А какой смысл? Что будет падать на противень? Подождите, а ну-ка, патроны для дробовика. Опа. Стойте. Да куда ты выходишь? А, зараза. Подождите, что я делаю? Я знаю, что против... А ну подожди, игрушечная машинка в тиски не сработает. Я от балды просто нажал противень с порохом, то есть мы должны подорвать. Да? И мы взяли. Самодельная бомба. А-а-а. А ну-ка, а что если старую газету... Я могу использовать эту газету как запал, но сперва мне надо положить взрывчатку в нужное место. Все ясно. Охренеть. Если честно... Друзья, я от балды просто сейчас нажимал. От балды просто. От обычной балдушечки. И получилась у нас такая самодельная бомба. Только порох. Он разве взорвется, если он не... Как сказать... Не закрыт в чем-то. То есть должно быть какое-то давление, чтобы потом... Ну как петарда обычная. Там порох. И он закрыт. То есть если он бы просто был открыт, он бы не взорвался. Он бы просто прогорел бы. Неужели разработчики сделали такую оплошность? Это же ошибка. Это очень большая ошибка. Мам, послушай, это человек... Человека-робот? Какой человек-робот? Ты о чем? Сынок, обдолбался уже? Все? Ты... А! Код передачи 13, 18, 22, 20. Что там похоже на... Как в фильме Lost, помните? 60 градусов, 55 минут, суверной широты. 101 градус и 50 минут. Восточной долготы. Повторяем, пожалуйста. Запишите информацию. Запись будет уничтожена. Код передачи 13. Барни, что ты с ним сделал? Я его починил. Но как? Я нажимал на разные кнопки снова и снова. Это мой робот. Кашляет. Быстрее, мам, записывай. Робот говорит тебе. Тебе тоже сказал. И нет, сладкий, это не для нас. Думаю, это старая метеостанция. Это для того, чтобы избавиться от снега. А то есть, это был вопрос. Да, я думаю, он присматривает... Они присматривают за снегом. Может, мы сможем избавиться от снега? Тогда я больше не буду болеть. Барни, мы... Пожалуйста, запишите информацию. Запись будет уничтожена. О, ладно. Сейчас запишет, походу. Короче, что я хочу сказать. Как мне кажется, друзья. Мы не остановим этот снег. Мне кажется, что в конце что-то будет жесткое. Как и в Walking Dead. Когда все закончится жестко, но все так же останется. Так, я записал координаты на обороте этой старой фотографии в книге. Оставлю ее тут на случай, если вдруг появится гений метеорологии. Метеорологии, блин. Метеоры могут остановить снег? Наверное, милые. Метеоры. Может быть, метеорологи. Барни, все же, будь хорошим мальчиком и выключи робота. Нам нужно достать твое лекарство. Хорошо, мам. У этого робота тоже есть бета-рейки? Нет, не думаю, сладкий. Спасибо, парни. Теперь пойдем. Так, ну что, друзья. Сейчас будем пытаться взорвать. Не знаю. Попытаемся, конечно, за пару серий сделать. Но, возможно, если я слишком сильно проникнусь в эту игру, то, возможно, мы ее сделаем еще и за одну серию. Хотя, хрен его знает. Не знаю. Посмотрим. Не будем загадывать. Так, не записка, а старая бумага, да? Газета. Я это уже несу. Подожди, куда ты несешь? Вот, берешь газетку. А, вот так. У нас есть зажигалка, в принципе. Да, мы сейчас используем и убежим резко. Эй, барни. Да, мамуль. Я хочу, чтобы ты вышел на улицу и закрыл уши. Ты опять выстрелишь из пистолета? Что-то типа этого, милый, да? Будь осторожна, мам. Хорошо, дорогой. Буду крайне аккуратна. Но на всякий случай лучше бы тебе остаться снаружи. Ладно, мам. Мам. Надеюсь, мы и сами там не подорвемся. Хотя, блин, ну какой там запал? Ну что ты? А неужели? Ну порох же не взорвется просто так. Он просто сгорит и все. Ой-ой-ой. Бабахнуло как сильно. Надеюсь, мамаша спряталась. Это было страшно, мамочка. Но это сработало, барни. Ты будешь в порядке. Давай же, милый. Погнали, да? Походу, осколки туда упали. Барни? Такая музыка, блин, жесткая. Вот не знаю, чем-то мне аж это напоминает готику, мать его, Марса. Мам, я не хочу спускаться в темное место. О, милый. Конечно, не надо. Глупая мамочка просто переволновалась. Послушай, у меня для тебя есть блокнот. И вон там есть карандаши. Попробуй нарисовать что-нибудь. Ладно, мам. Короче, мы сами спустимся, пока он будет рисовать. Ага. То есть, если бы у нас этого не было, то мы бы никак бы его не спровадили. А теперь спущусь. Блин, я надеюсь, там завалы вот эти, которые попадали. То есть, осколки. Не, все нормально. Там какой-то чувак. Вот черт, только не снова. Тем не менее, если это то, о ком я думаю, лучше не думать об этом. О, боже, пистолет. Какой-то необычный прибор. Похож на некую станцию слежения. Достаточно. Мне надо найти это лекарство. Наверное, оно где-то здесь. Ого, тут полно хлама. Мне все... Мне всего-то и нужно. Что же? А кто это? Подождите, я так и не... Ух ты, черт. Привет, малыш. Там кто-то сверху. Привет. Чем это тут ты занимаешься? Барни, черт. Рисую. Да ну, чего рисуешь? Мама Иисуса. Здравствуйте, молодой человек. Можно взглянуть? Там и не один он. Ёбр. У нас два пистолета. Бери, как Макс Пейн в замедлении. А я еще не закончил. А, понятно. Как тебя зовут, сынок? Барни. Возможно, это не враги. Возможно, это не враги. Но, мне кажется... Меня зовут Йорк. Можешь назвать меня Йорки? О, черт, черт. О, че? Кашляет. Боже, только взгляни на ребенка. Он такой худой. Что от него? Почти ничего не осталось. Как ты себя чувствуешь, малыш? У меня болит голова. Ха-ха. О, боже, он кашляет кровью. Уф. Где твои родители, Барни? Мой папа, он снаружи озера. Черт, наверное, он один из белых ребят. Черт, черт, Алиса, думай. Пистолет, патроны. Надо помочь, Барни. Блин, если они сказали, белый, это не тот. Значит, они не бандиты. Алиса, только не стреляй. Она сейчас возьмет этот пистолет. Взяла только один патрон. Черт. Эй, Барни, послушай, у меня есть дочка примерно твоего возраста. Как ты смотришь на то, чтобы познакомиться с ней? Думаю, вы станете отличными друзьями. Ух, мне нужно... Мне нужно подождать. Пока придет его вооруженный до зубов папочкой прострелит к чертям нам бошки. Да-да. Ди, давай смоемся. Дерьмо, чувак. Йорк, прошу тебя, следи за языком. Перед тобой мальчик. Нахрен этого мальчика. Ди, я тебе тоже нахрен. Мы, вернувшись сюда, ходячие мертвеццы. Ходячие мертвеццы. Белым наплевать на нас, Йорк. Прошу тебя, успокойся. Черт, да не наплевать им на нас. Думаешь, он просто так охотится... Охотились на Калиба и Джека? Когда те шли назад? Они узнают, что мы здесь. Пацан проболтается. Мы станем просто частью истории. Если ты хоть пальцем притронешься к ребенку, Йорк, клянусь богом, я... Он хочет убить его, чтобы тот не рассказал, и чтобы они не умерли. Снесу нахрен твою гребенную башку. Кусок дерьма. Послушай, барни, можешь сказать мне большую... Можешь оказать мне большую услугу? Что? Барни, никому не говори, что мы были здесь. Мы просто зашли забрать парочку веществ, но сейчас же схватаемся отсюда. Не надо рассказывать про это своему папочке. И, эй, у тебя без сомнения есть талант художника. Раньше я рисовал лучше, раньше... Парни, когда я был примерно твоего возраста, всякий раз, когда я расстраивался, грустил или отчаивался, мой отец отводил меня в сторону. И знаешь, что он мне говорил? Неа. Он говорил, сынок, брюссельская капуста переживает зиму, а помидоры размякнут. Ты помидор или брюссельская капуста? А я кричал, пап, я брюссельская капуста. Ха-ха, это глупо. Капуста же противная. Вовсе нет, видишь, это заставило тебя улыбнуться. На меня тоже это всегда действовало. Береги себя, барни. Может, в один прекрасный день тебе доведется поиграть сар. С моей дочерью. Думаю, ты бы ей понравился. Чуть не проболтался. Отморозок. Не прикасайся к моему сыну. Не прикасайся, мразь. К моему сыну. Бля, Лиса, только не ты. Только успокойся хоть. Босс, что если он что-нибудь расскажет? Что если они узнают о нашем возвращении? Просто оставь его, Йорк. Он долго не протянет. Мы здесь закончили. Фух, фух, фух. Все обошлось. Мам? О, слава богу, барни, с тобой все хорошо. Все нормально, мам. Тут был плохой дядя. Я знаю, сладкий. Просто не высовывайся. Я возьму лекарство, и у нас почти получилось. Хорошо. Фух, все обошлось. Я, честно говоря, думал, что это бандиты. И думал, что сейчас, короче, начнется перестрелка. Она их нахер завалит. Еще и ребенка вдруг убьют. Это вообще будет пиздец. Так, посмотрим. Мусор. Бесполезный хлам. Ага, вот они. Черт, здесь куча лекарств. Слава богу, парни поправ. Что? Постой-ка, что? 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 О, боже. О, господи, прошу тебя. Что там? Эта хрень бесполезна? Это всего лишь инсулин. Лекарством был инсулин. А инсулин это от сердца только, а не от гриппа или от простуды. Да блин, на самом интересном. Прошло 7 дней с прибытия Алисы. Они уже, смотрите, в говне, в грязи. Тут все, видите, уже, ну, как бы, какие-то пятна белые. Ричард, они не придут. Нам нужно смириться с этим. Что делать? Наверное, попрощаться. Может быть, это все, что мы заслужили. Нет, я не сдамся. Никто этого не заслуживает. И что теперь? Мы не можем просто встать и уйти отсюда. Знаешь что? Именно это мы собираемся сделать. Ха-ха. По крайней мере, у тебя осталось чувство юмора. Алиса, я серьезно. Мы с тобой столько пережили. Мы не можем просто взять и замерзнуть насмерть в тюрьме, находящейся в миле под землей. Под землей. Просто не можем. Это не должно так закончиться. Отсюда должен быть выход. Ты же знаешь, что это невозможно. Не существует никакого там великого замысла или энергии космоса. Судьбы не существует, Ричард. Мы можем здесь умереть, и мы умрем здесь. Прими это как данность. Нет, может и нет такого понятия, как судьба, но я не это имел в виду. Есть вещи, о которых я тебе не рассказывал. Должно быть интересно. Если мы выберемся из этих камер, думаю, что я смогу вытащить нас из этой тюрьмы. Но есть довольно большое если, да? Что ты собираешься делать? Отправить очередной запрос в поддержку? В этот раз использую вешливость? Может нам обоим снова стоит впечатать в стену эти аварийные кнопки? Это поможет, верно? Верно? Алиса, закрой свой чертов рот. Дай мне подумать. Уже ссорятся. Ты только посмотри. Показала твоя темная сторона, да, Ричард? Может мы должны немного погреметь решетками, покричить пожар и надеяться, что им от этого станет плохо? Но Алиса тут тоже не права. Она дергает как бы Ричарда, тоже мужика. Нет, чтобы наоборот помочь, да, там как-то спастись, попытаться. Она только издевается, можно так сказать. Точно. Пожар. Это был сарказм, Ричард. Я думал, что ты поймешь. Нет, нет, помнишь справочник? Помнишь, там было сказано, что аварийные устройства невозможно использовать при пожаре? Да, но я искала и больше ничего об этом не нашла. Это было, на удивление, бесполезно. Почему ты так думаешь? Наверное, потому что они это не продумали. Нет, тогда они бы вообще про это не упомянули. Подумай, для чего на самом деле было построено это место, Алиса. И подумай, для кого этот справочник. Они не объясняют, потому что не хотят, чтобы в Соединенных Штатах знали, а для богатых ублюдков, которые в дальнейшем использовали это место, все встанет на свои места. Так что ты думаешь? Я думаю, что они хотели скрыть в правилах аварийной процедуры один шаг. Шаг, который поможет мотивировать людей разводить огонь. Почему ты до этого раньше не додумался, Ричард? Чтобы открыть двери камеры? А разве не идеальный скрытый смысл вложен сюда? Возможно, но... Погоди, ты... Так мы просто должны поджечь свои камеры? Просто на всякий случай? Во-первых, как? Не похоже, что у нас были спички. И во-вторых, что случится, если это не сработает? Мы сгорим заживо, и тогда мы точно отсюда не выберемся. Ты уже сдалась и готова замерзнуть и умереть от голода. Я бы предпочел огонь. Это будет быстрее. Что в этом плохого? И нам, возможно, даже не нужен огонь. Видела эти штуки на потолке? Это датчики, реагирующие на тепло. Они же являются детекторами дыма. Если мы сможем нахимичить немного дыма, все должно получиться. Теперь часть как? Я... Я не знаю. Мне нужно об этом подумать. Это нам дадут выбор, да? В принципе, я знаю, как это можно сделать. Более-менее. Ну, не знаю, получится ли. Предположим, что у нас получится. Что тогда? Это ведь откроет только камеры. Я уже говорил, как только выберемся из камеры, с остальным я справлюсь. Я не знаю, Ричард, я... Алиса, послушай меня. Все эти месяцы я думал, нет, в конце концов. Я дождусь приговора. Но знаешь что? Ты была права. Что ты имеешь в виду? Для того, чтобы выжить, людям нужно делать только то, что нужно для выживания. Это другое. Нет, Алиса, это совсем не другое. Если мы останемся внутри, то погибнем. Если выберемся, будем жить. Мы должны использовать эту возможность. Выживает сильнейшая Алиса. Это все. Так ты со мной? Ладно. Отлично. Теперь за работу. Должен быть способ создать немного дыма. Дай подумать. И тут у нас сохранение, и мы должны думать. Так, в нем дыра, тому подобное. Я вот думаю, смотрите, у нас ничего пока нету. Телевизор. Можно каким-то способом замкнуть... Не знаю, какую-нибудь... Сидеть мне не хочется. Можно замкнуть как-то проводку или еще что-то. Посмотрим как. Так, создать тоже нельзя. Компьютер. Посмотрим-ка. А, то же самое, да? Так, Ричард, что это у нас стоит тут? А ну-ка, тут ничего нету. Шкаф. Так, мне больше ничего не надо в шкафу. Дым, дым, дым. Семейная фотография. Книга. Мне не хочется читать. Давайте сейчас посмотрим, может быть. Так, мне не нужно ничего делать с фотографией. Запасная простыня. Лежит, лежит. Кровать, не время спать. Может быть... Ммм, дым, дым, дым. Как же его сделать? Не думаю, что повторная активация временного устройства улучшит... Подожди-ка. А что если... Бесполезно. Слишком... Щетка слишком короткая, чтобы достать до другого конца шеста. Что же можно, мать его, сделать? Кровать. Раковина. Дым. Как же можно сделать дым? Нашел я, друзья, походу, что-то нужно взять. И это стакан. Стакан. Что можно со стаканом сделать, в принципе, как я и говорил? Можно в него набрать воды. Да. Это правда. И просто вылить на компьютер, наверное. Может сработать. Хотя, если тут... Мы тут застряли, рабочий компьютер может пригодиться. Значит, в принципе, можно вылить на телевизор. Да. Ты прав, это я как-то не подумал. Телевизор. Это очаровательное животное, обитает в тропических лесах Гондураса. Здесь все равно нет ничего интересного. Сейчас пойдет... И это все проклятие. Что происходит, Ричард? У тебя там звуки, как из чистилища. Но я не вижу адского пламени. Несколько искр. И вот и все. Ух ты. Эти штуки такие безопасные. И что теперь? Надо было садануть в этот... В проводку, может быть. Погоди, есть еще один вариант. Он рискованней, но... Нет-нет, все будет в порядке. И мы выберемся отсюда. И я в этом уверен. Еще один вариант. Налить воды, наверное, в компьютер. Но, блин. Но придется, наверное. Ну ладно. Ничего не остается. Так. Ох, охренеть. Вау. О, Ричард, Ричард, что там происходит? Ты в порядке? Да все нормально. Просто залить водой надо быстро. Кудшон делает. Почему твоя камера не открылась? Ричард, что ты сделал? Ну я разжег огонь. Но, но... Хочешь сказать, твоя камера горит? Да, блин, можно было водой. Вроде того, да. Вроде того. Ой, и решетки не открываются. Какого хрена, Ричард? Я знала, что это была плохая идея. Кажется, что так. А ты можешь потушить огонь? Я... я могу. Дьявол. Чем, Алиса? У меня только маленький стакан. Какой-то стаканчик, чтобы потушить этот огонь. Блин, да... Че-то можно придумать было книгу вон в дырку и водой. Блин, че прикалываешься? Что ты стоишь прямо... Ты стоишь прямо возле ведра. В нем дыра. Вот че. Погоди, я просто попробую... Тарелку подставить под дырку. Неужели нельзя? Это ж так легко. Опа. А-а-а. Дерьмо. Охренеть. Опа. Ричард, что случилось? Бесполезно. Я не могу пройти в ванную. Теперь почти весь свет погас. Прекрасно так. Итак. Итак, значит, это конец... О, боже. Алиса, Алиса, мне так жаль. Я был настолько уверен. Да, да, был уверен. Все, как ты сказал. Уверена, что сгореть быстрее, чем замерзнуть. Алиса, послушай меня. Мне нужно сказать тебе кое-что. Я... я был не полностью... Что же? Я не знаю. Там лифт приехал, что ли? Это... это... Боже мой, Ричард. Кажется, камеры открылись. Да-да, они открыли. Открыты. Да, у нас получилось, я же говорил. Хорошо, Ричард. Не хвастайся, пошли. Видите? Вроде как у нас все получилось. Я уже думал, мы реально... Что? Куда он пошел? Не могу поверить, что чуть ее не забыл снова. Снова? Рамку с фотографией. Это, конечно, хорошо, но... Несколько минут спустя. Он что-то хотел рассказать Алисе, но что? Даже не верится, что мы свободны. Что ты хотел мне сказать? Что? Ты говорил, что что-то хотел... Что-то мне... Хотел, короче, сказать. Я говорил... Я говорил такое? Да-да, говорил? О, забудь. Теперь это не важно. Мы уходим. Мы снова увидим свои семьи. Клянусь, что Барни будет снова счастлив тебя видеть. Он с удовольствием будет слушать про твой отважный побег из горящей тюрьмы. И... Вот еще что. Я знаю одно место. Оно за пределами зон, но там безопасно. Там скрывается кое-кто из моего старого отряда. Никто о нем не знает, Алиса. У нас будут медикаменты, еда. Все, возьмем наших детей и уйдем. Исчезнем. Там мы будем... Там мы можем начать новую жизнь, Алиса. Мне кажется, это он убил... Ээээ... Этого. И причем у них там медикаменты и все есть. Алиса? Ричард, я... Что? Что-то не так? Нет, ничего. Никакой не будет новой жизни, Ричард. Никаких начинать с чистого листа. Это непросто. Ты можешь сбежать, если хочешь, но без меня. О чем ты говоришь? Ты тоже можешь. Мы сделали это, Алиса. Верь мне. Нет, Ричард, ты не понимаешь. Сейчас будет продолжение истории, я так и знал. Блин. У нас, конечно... Друзья, вы меня сейчас убьете. Но на вот этой серии, на вот этой ноте мы, может, сейчас и закончим. Ты такой храбрый мальчик. Барни, милый, ты меня слышишь? Мне кажется, он умрет, друзья. Потому что просто нету лекарств. Барни? Барни, какого дьявола, почему ты так поступаешь со мной? Боже мой, прости меня, милый, прости. Я бы хотел что-нибудь сделать, что-нибудь ему дать. Хоть что-нибудь, что-то символическое. Но что? Что я могу сделать? Мы можем дать машинку. Но мы это узнаем в следующей части, в принципе, друзья. Следующая часть будет финальная. С вами был Блуд Линус. И, в принципе, я думаю, что мы, скорее всего, выложим даже их две, может быть. А может быть, через день там посмотрим. Так что ставьте лайки. Соточка лайков, как всегда, набирается. Мы продолжаем. И все круто. С вами был Блуд Линус. Пока и удачи. С вами был Блуд Линус.